Ястремский Василий Степанович являлся партизаном, а перед тем, как стал командиром партизанского отряда, защищал Севастополь. Бережно, буквально из рук в руки, в семье Петрусевич передают младшим память о самом тяжелом периоде в мировой истории. О том, как Великая Отечественная изменила жизнь отчизны, судьбы родственников, Леша и Виталик знают хорошо. Оба прадеда прошли войну. Кузин Михаил Никитович был полковником, являлся начальником штаба артиллерийского полка. Теперь их черед поддерживать огонь памяти, рассказывать о подвиге своих героев. Леша и Виталик поняли это, когда впервые прошли в строю вместе с тысячами единомышленников. Гордо, будто реликвию поднимая ввысь транспаранты. Ребята каждый год принимают участие в бессмертном полку и действительно расстроились, когда узнали о том, что в этом году шествие не состоится. К счастью, есть альтернативные варианты, и они с удовольствием примут участие и в онлайн-формации. Все, что для этого нужно, посетить сайт 2020.polkrf.ru. После авторизации рассказать о своем герое и добавить фотографию. Не забудьте указать для обратной связи адрес электронной почты. Условие обязательное, только таким образом вы сможете узнать точное время показа вашего родственника в масштабном всероссийском онлайн-шествии. Навигация на сайте удобная, а весь алгоритм действий займет не больше пяти минут. Все настолько просто, что дети из семьи Богачевых обошлись без помощи родителей. Участвовал в освобождении Крыма от вражеских сил. За проявленную доблесть награжден орденом Красной Звезды. Всех заслуг Дмитрия Козинцева не с честь, а главное для Сергея Димы и Даши Богачевых в том, что прадедушка не раз уходил от смерти на поле боя. Во время этого обстрела командир, который не умел плавать, начал идти ко дну. И наш прадедушка... Его взял и поплыл вместе с ним. Да, Дима. Правильно. Яна Трусова и раньше говорила своим детям о подвиге деда. А когда оцифровали черно-белые снимки родственника и зарегистрировались на сайте, рассказ о его судьбе стал главной темой для разговора в семье. Даты и географические данные масштабных сражений, численность дивизий и количество выживших в боях. Все это мальчики знают наизусть. Мы не должны забывать о героях. Ведь если бы не они, то не знают, что с нами было. На сайте Бессмертный полк онлайн зарегистрировались почти миллион наших соотечественников. Это уникальная возможность отдать дань памяти героям, оставаясь дома. Стефан Филатов, Евгений Гарбузов. Утро нового дня. Субтитры делал DimaTorzok